Обновление святынь, скарбы родной Беларуси. Активисты БРСМ сегодня провели областный этап республиканской доброченной акции с волонтерами Пагутар и Лаганна Корольчук. Высокородная справа объединяла больше за 550 волонтеров БРСМ с Гомельской области. За весь час акции «Хлопцы и девочки» доброупорядковали больше за 20 храмов. В этот раз объектом уваги стал храм святого доброверного князя Александра Невского в Новобелецком районе Гомеля. Волонтеры проводили у парадок клумбы, фарбовали лавки, пробирали территорию храма. Сегодня мы собрались всей молодежи Гомельской области, дабы помочь в восстановлении, в реставрации, наведении порядка на территории данного храма. Каждый занимается своим делом, конечно. Кто-то где-то покраска, кто-то клумбы разбивает. Мы с ребятами более мужскими делами занимаемся. Я сегодня первый раз на данной акции. Ну, все замечательно. Настроение боевое, все гуд, погодка прекрасная. Освящение храма в гонор святого доброверного князя Александра Невского отбылось в 1861 году. Под час репрессий будинок пустовал. Потом тут размещался банк и пионерский клуб. Отроджение храма началось в 1992 году. Про это активистам БРСМ расповяли под час открытого диалога «Мы одины» в Центре творчества детей и молодей Новобелецкого района. Выкладчатся недельной школы при храме Александра Невского, Пагутрала с молодёй в духовности. Далее удельники со встреч обмерковали тему волонтерства как форма социальной активности молодёй. Зараз рух «Доброе сердце» объедула около 7 тысяч молодых людей Гомельщины. А кроме того, протягивает свою деятельность доброчинный социальный проект по подрыхтовке волонтеров «Школа добра». Волонтерство, конечно, это состояние души. Но не каждый душу эту поймёт, да и не каждый поймёт это состояние. Мне сегодня бы хотелось детям, ребятам сказать о том, что это очень ответственно и очень тяжёлое время быть истинным волонтером. Именно истинным, потому что когда ты волонтер истинный, ты делаешь всё от души, ты делаешь всё по зову сердца. Под час диалога прогучала пропанова об створении посвященния волонтера, бо в худшем часе в Беларуси будет приняты закон об волонтерстве. А кроме того, областный комитет БРСМ подвёл выники экологичного конкурса «Макулатура. Сдавайся». Подарунки и дипломы отримали переможцы – Лельчицкий, Хойникский районные комитеты. Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадио «Гомель».